Добрый вечер! В прямом эфире на канале БАЗ-ТВ очередные дебаты с участием кандидатов в советники городского совета Басарбяска. Для участия в них приглашены кандидат от избирательного блока Европейская народная платформа Молдовы Юрия Ильянко, Георгий Малай и независимый кандидат Владимир Ильяну. Здравствуйте, уважаемые участники! Добро пожаловать к нам на передачу! Хочу сообщить, что тема сегодняшних дебатов — способы пополнения городского бюджета. В эту тему, конечно, и в этот аспект включено очень многое. Если не будет денег, то не будет благоустройства, не будет социальной помощи, не будет мест отдыха для молодежи и так далее и тому подобное. К обсуждению этой темы мы вернемся во втором раунде. А сейчас я вкратце объясню вам правила проведения передачи и после этого приступим. В первом раунде вам нужно будет вкратце рассказать о себе, представить себя и свою предвыборную платформу. Во втором раунде мы поговорим о способах пополнения городского бюджета, то есть вам предстоит ответить на мои вопросы. В третьем раунде вы сможете обменяться вопросами и репликами между собой. На все это у каждого из вас будет по 15 минут. И, наконец, в четвертом раунде каждому дается по одной минуте, чтобы обратиться к избирателям. Я прошу не нарушать правила проведения передачи, вести себя корректно по отношению друг к другу и не отклоняться от темы. Итак, начинаем первый раунд. Господин Малай, представьте, пожалуйста, себя, кто вы такой, почему вы решили баллотироваться в советники городского совета, какую партию вы представляете и какие основные положения вашей предвыборной программы. Я Малай Георгий Иванович, житель города Басарабяска, уроженец села Абакли. В Басарабке я нахожусь, вернее, живу с начала 90-х годов. Нет две образования, два диплома, вернее, скажу так. И хорошо видно со стороны работа и жизнь нашего города и наших жителей. Я объездил как Россию, так и Евросоюз, почти что с краю до краю. И видел, как люди живут и как можно что-то изменить в нашем городе и в целом уже в нашей стране. Если будет возможность или будет необходимость, я как кандидат в советниках, если стану кандидатом советником примаря города, я всячески буду способствовать примарю развитию нашего города. В том числе, как у нас, и нам всем известно, что самая главная задача наша, не задача, а проблема, скажем, это проблема молодежи, проблема пенсионеров, проблема людей с большими, ну как, здоровья, спокойствия. Проблема со здоровьем, да? Мы могли действительно по своей платформе отвечать за свою деятельность. Во-первых, я скажу вам, что подниму вопрос обязательно, почему в таком городе и в 21 веке мы постоянно не имеем питьевую воду, скажем, холодной воды нету в городе. Я не могу представить себе, как люди могут жить в этой жару, в эту жару, когда 30, скоро будет август, месяц будет 35 или 38 градусов, люди не могут толком не купаться, толком приготовить кушать, мыть посуду и прочее, прочее. Мы знаем, что такое вода, вода-то жизнь. И в 21 век мне стыдно говорить об этом вопросе, но действительно так. Я был в Европе, и вода не считается роскошью, у нас вода считается роскошью. В городе, который когда-то стоял на одном из первом, на первом плане, может быть не первом, но на очень высоком уровне. У нас железная дорога, у нас специалистов сполна были, конечно. И на сегодняшний день мы остались без воды. Неужели нельзя было решить этот вопрос с канализацией, с водоподачей и прочей, прочей? А как вы намерены решать эти вопросы, если вы идете в совет? Хорошо. Во-первых, если будет бюджет, но это уже, скажем, вопрос следующий, я всячески буду поддерживать именно подачу воды. Вот это первая необходимость, без воды мы никуда, мы будем ходить не в чистой одежде, будем ходить, не допить чай по утрам, потому что нет воды, забыл, с вечера набрать, или вечером пришел за водой, и воды нет, и прочее. Это в первую очередь я буду настаивать, как кандидат, если будем уже, скажем, депутатом, буду настаивать на то, чтобы этот вопрос с водой, это первый очередной вопрос. Есть вопросы много в городе, вопросы молодежи, которые наверняка все только об этом говорят. Конечно, удержать трудоспособную часть населения в городе, потому что мы сейчас находимся на грани дефольта, скажем так. Так, трудоспособных людей нет, население, остаются только пенсионеры, и слишком молоденькие, которые не могут школьник, которые не могут никуда пока уезжать, а подрастут, какую-нибудь профессию приобретут, или в учебное заведение, или у какого-то деда, или брата, или сфата, какую-нибудь профессию по строительству, по другим, в других областях, и уедут в других краях, в чужих краях, искать себе работу и привести, поднять экономику других стран. Я в этом числе участвовал, и в этой шкуре я находился почти 8-9 лет, и я знаю, что такое поднять экономику чужой страны. Поэтому я вернулся, и сегодня я хочу работать на благо своего города, своей родины. Спасибо. Спасибо. У вас осталось около 10 минут. Господин Райлян, скажите, пожалуйста, почему вы идете в Совет, какие проблемы вы собираетесь решать в первую очередь? То есть представьте себя в нескольких... Вначале я хочу сказать добрый вечер, дорогие избиратели и граждане города Башарабяска. Я независимый кандидат. Иду как независимый кандидат. Я родился в село Абаклия. После как я служил в Советской армии в 80-м году я начал работать в городе Башарабяска. Примерно, я имею здесь, уже живу в постоянной Башарабке, где-то 20 лет. Вначале я работал в полиции. Работал в полиции до декабря 2002 года. Мне работа нравилась. Я работал всегда с отдачей, не считался со временем, со здоровьем. Мне нравилась работа. И сколько, знаете как, сколько человек может, работает, бегает, он хороший. Но когда я встал, поднялся по должности, и начал наступать некоторым на КФОС, которые не занимались ни теми делами, они изобрели мне со слуха где-то 2-3-4 года, инвестировали два уголовных дела, прокуратура. Я не обращал на это внимания. Обратился, был замминистра на прием. Я объяснил, я ничего не виноват. Он говорит, иди докажи. Извините, но у нас сегодня предвыборные дебаты. Дайте я расскажу, чтобы я обратился, чтобы... Говорит, не надо мне, говорит, ты иди разберись. Говорит, я краснел из-за тебя. Я пришел домой, написал рапорт, ушел из органов. Я где-то в течение двух месяцев без адвоката, без денег. Я доказал всем, что я ничего не виноват. Просто они... И против меня прекратились все эти дела. У меня было такое тяжелое время. И я обратился к председателю Росковского кома, чтобы приняли меня на работу. Найти какую-то работу, пользу, провести для района. Я имел опыт более 20 лет работы в органах. Меня гоняли где-то полгода, и в конце приняли другого человека, меня оставили за бортом. И я тогда вот попал к демократам. Я вступил в партию, был в Альянсе в 2007 году. Я был избран по советникам города, от Альянса. Меня поставили, назначили земельную комиссию. Я много научился. Были там такие люди, что они в возрасте. Я много от них выучился, научился. Но со временем, так как я знаю город, знаю людей, знаю проблему города, я увидел, что не туда мы идем. Вот участки, например, есть три участка в центре. Они были проданы где-то в 2006 году, и ничего не строится. Я начал проверять, поднимать документы. Оказывается, они еще не рассчитались за эту землю. Когда вы слышали, что я проверяю, быстренько взяли и рассчитались. Но вот до сих пор уже прошло сколько еще? Шесть лет, никто ничего не построил. Просто перепродали друг другу, и все. Многие люди приходили, обращались ко мне. Вот есть женщина по улице Ленина. Взяла полсотки возле дома, чтобы картошку там, редиску. Ленина, извините, давайте все-таки по существу. Расскажите, что вы будете делать в Совете, если люди опять вас изберут? Просто время очень ограничено. У нас впереди еще три раунда, и вы не успеете просто представить свою предвыборную платформу. Депаты проводятся для того, чтобы объяснить людям, чего вы хотите как советник, чего вы хотите добиться, что вы хотите для них сделать. Я вот что хочу вам сказать. Я до 2011 года работал при Марии. Я был один. Я всегда старался все вопросы решать, подойти к материалу. Я всегда до сессии изучал материалы, всегда подготовился, шел на сессии подготовлено. Не как некоторые. Вы видели. У меня на каждый вопрос, который или решение, который разбирался на сессии, у меня были по нескольку вопросу еще к этому. Но из-за того, что я вначале был в оппозиции, после, знаете как, многие соглашались со мной, а потом во время сессии они поднимали, когда надо было голосовать, они поднимали руки, смотрели на старшего, и они опускали руки. Из-за этого я с этой партией был до конца, до 2011 года, когда наша партия распалась, вошла в либеральную демократическую партию. Я посмотрел, какие люди. Я мог войти в эту партию, но я решил, лучше я пойду независимую, чтобы я ни от кого не зависел, чтобы я мог сказать всегда... У вас осталось 10 минут. Все, спасибо. Я предлагаю на этом завершить первый раунд и перейти ко второму. Уважаемые участники, сегодня мы поговорим о способах пополнения городского бюджета. Что вы, будучи советником, сделаете для того, чтобы денег приходило больше и чтобы потом эти деньги рационально распределялись? Пожалуйста, господин. Дело в том, что благосостояние города действительно зависит от бюджета. Но бюджет или, скажем, благосостояние города, оно складывается как бы в 50 плюс 50. 50% это идет работа над бюджетом, то есть собираем, складываем аккуратно по полочкам, складываем бюджет. А вторые 50, если неправильно распределить эти деньги, считают, что мы 50% потеряли. Дело в том, что бюджет складывается из чего, мы точно знаем, и в Бессарабке, и в Республике, и в других странах, что с налоги. Налоги это в первую очередь правильный сбор налогов. Но налоги должны собраться так, чтобы не перейти ту грань, чтобы не было больно и чувствительно для трудящихся, которые мы налогов облагаем, для этих фирм. И вот завтра мы не будем иметь, что собирать. Если мы придерживаемся этого, но не в ущерб городу то же самое. По закону мы должны собирать налоги как положено, и их правильно распределить. Второй пункт, из чего состоит или создается бюджет, это денежный приток из центра, из правительства. Если мы правильно будем вести и вовремя обращаться, иногда надо быть на стыдном, иногда надо быть, не хочу, есть другие слова, но деньги должны поступать в город, иначе мы останемся вне удел, и вдруг окажемся у власти. Вы имеете в виду трансферты? Нечего будет распределять. Вы имеете в виду трансферты? Трансферты, да. Это второй пункт, скажем. Третий пункт инвестиций, конечно. Инвестиции тоже могут быть и со стороны наших граждан Республики Молдова, и с чужих стран, других стран. Посторонние инвестиции. Инвестиции капитала это тоже неплохой доход, но люди иногда боятся, сомневаются, если нет гаранта распределения правильных инвестиций. А гарант должен служить? Должен служить примарь и его команда. Если они будут служить гарантом, то люди будут инвестировать. Неплохой у нас участок, мы находимся, наверное, на перекрестье двух дорог. Мы рядом с Украиной, железная дорога, которую уже почти что довели до ручки, почти в упадок. Но еще хорошо, слава Богу, еще можно восстанавливать. Вот эти пункты, из чего складывается бюджет. Следующий, мы говорили об умелом распределении этих денег. Если мы неправильно будем распределять, то есть даже к этому можно привести пример, который служит неправильным распределением. Далеко ходить не надо. Перед примарией два раза отремонтировали площадку. Да, сделали красиво, сделали хорошо. Но нужно было в первую очередь эту площадку сделать. Или нужно было в первую очередь хотя бы продлить дорогу, которая спускается на больницу, на бывший роддом. В школу садится. Терапия, педиатрия. Да, люди туда идут больные, оттуда выходят не совсем здоровыми. Скорая помощь да проходит. Прямо отрезали как ножом вот эту дорогу, участок, там ямы такие, что когда сухо, трудно пройти, а когда чуть дождь, куда обойти оттуда, невозможно обойти прям этот участок дороги. С той стороны, если ты смотришь, я тоже примарию, ну чудо же, дорога вниз к школе, к номер первой школе. Там ужас что творится. Может, надо было правильно распределить денег? И перед поликлиникой то же самое. После любого дождя, в ужасе, когда едешь, смотришь, как эти старики, они же не на дискотеку дойдут в поликлинику, лечиться. И они не могут скакать, искать клочок сухой земли и пройти через эти лужи. Вот надо было, вот это я имею ввиду, правильное распределение бюджета. И таких вопросов много, нам не хватило времени обо всем об этом говорить. И опять же, за это отвечает снова эта команда вместе с примарем. Конечно, многие, скажем, предприятии, многие экономические агенты очень сильно хотят внедрять единый экономический налог. Почему? Потому что человек, который, мы знаем, что сегодня уже не существуют те хозяйства, которые имели экономиста, бухгалтера, инженеров, агрономов и прочих, прочих специалистов. А экономический агент с большим трудом собрал там какие-то сотни, сто гекар в земле или арендовал других людей. Он не может содержать такое количество людей, которые могли ему каждый день говорить делай так, делай так, делай так, делай так. Он не успевает обрабатывать земли или работать на своем предприятии, потому что должен целыми днями находиться. у вас меньше пяти минут осталось. Предлагаю вам все-таки закруглиться. Хорошо. Хорошо. Одно хочу сказать, что есть одна цитата, сказанная не мною, я просто процитирую. тот, тот, который хочет что-то делать, то он находит средства, находит время и возможности для решения. А тот, который не хочет делать, ищет постоянно причины. И мы уже это видели от предыдущих выступающих и от всех, которые многословные и голословные. Спасибо. И у меня такой же вопрос к нашему другому участнику, господину Рейлян. Скажите, пожалуйста, если вы опять войдете в совет, какие вы будете предлагать меры для пополнения городского бюджета? Я хочу сначала напомнить, что трансферы идут из центра. На одного школьника идут примерно где-то 7 тысяч лей. На одного ребенка в садик идет где-то до 12 тысяч лей. Но я хочу сказать другое. Мы со своими решениями или как не оправданными мы грабим этих детей. Вот посмотрите, только куб воды в садике стоит 84 лея. Это канализация и вода. Вот есть село в нашем районе садоклия. Например, они отдали в аренду скважину, надали чмешлицам. В начале несколько лет, я еще помню, когда я был депутатом, советником, они не платили детсадики, школа и примария ничего не платила за воду. Сейчас я узнал, сегодня я узнал, они платят 8,50 копеек за Куба Д. А мы платим 84 Это в год уходит 290 тысяч лей только на заводу. После этого я вот стоял, разговаривал с из этой суммы примария платит засвет, газ, воду, отопление и мощные средства. Из садика Антошка одна мать, которая имеет там ребенка, говорит, мы платим каждый месяц по 110-120 лей за ребенка на питание и кроме этого по 20 лей собираем деньги, у них все оформлено на ремонт и вот они покупают ночные ковры, тюль, компьютер купили, краску, обои на ремонт. Вот где деньги уходят? Я помню, когда был советником, дали на медпункт садик Солнышко дали 75 тысячи. Там ремонтировали 5 кабинетиков маленьких и коридорчик, 3 кабинета и умывальник. 75 тысячи я был проверен, когда посмотрел дверь от финского дома, как не закрывались, так и остались, не закрылись. Пробили трубу, которая в водопровод шел в умывальник, поставили под плентусом а двери без низу. Деньги распределяются нерационально. Нерационально. И никто не проверяет. И я на съессию задал вопрос, говорит, сколько квадратных метров? Говорит, очень хороший ремонт. Наш архитектор и строитель города Шевченко говорит, очень хороший ремонт. Я спросил, сколько квадратных метров? Говорит, 49 квадратных метров. Это по полторы тысячи на квадратный метр. Это можно было люкс сделать этот ремонт, они такой наляпали там что-то. Господин Ильянов, но все-таки мой вопрос немножко звучал по-другому. Может быть, нужно какие-то дополнительные налоги ввести или какие-то инвестиции привлекать для того, чтобы денег в бюджете изначально было больше? После этого уже, конечно, нужно работать над тем, чтобы они рационально использовали, чтобы был контроль. Знаете, в начале года, когда назначается для собирать налоги, я обратил внимание, советники не хотят, чтобы каждый имеет родственников в этих экономических структурах, в магазинах, и они хотят налоги, чтобы там есть сетка, они поменьше. Есть некоторые, как у нас против, те, которые работают, и бедные люди, а те, которые побогаче, они не против налоги. Я вот был на одной встрече в Камухузе, и мне такой, попросили, такой, говорит, помочь, говорит, им, есть один, говорит, советник, говорит, сейчас, он еще кандидат, я не скажу, от какой партии, не скажу фамилию, но они попросили посодействовать, чтобы он уплатил за мусор. Примерно у него где-то 6-7 тысяч, он не уплатил. И так есть уйма у нас вопросов, которые люди, знаете, как бедные, я смотрю в банки, как они приходят, только получил эту губитацию сразу приходит рассчитываться. А те, которые более богатые, у нас не платят. И налоги, как, не любят собирать, и, во-первых, не хотят платить, те, которые побогаче, и не все платят. Особенно приближенные к премарии, к налоговой, они занимаются бизнесом, и не хотят платить. Даже вот взять у нас, есть таксисты, здесь, где-то в центре стоят двое, на станции где-то три-четыре, и никто не платит у нас налоги. Видно, они платят, но платят какой-то крыши, или кому-то на бузунар, но они платят налоги наш премарий. вы не всей информацией владеете просто. Давайте мы не будем затрагивать те темы, то есть те вещи, которые не можем сейчас доказать. Объясните, а как еще можно пополнить городской бюджет, вот помимо налогов? Вы говорите инвестиции, я согласен инвестиции, но вот наш примар, кандидат, сейчас примария, выступал позавчера и говорил, что он, как видите, экономический агент, за руки, за ноги тащит в примарии. Но я помню, где-то 34 года тому назад была у нас Кулешова, которая по югу развития, юга Молдавии, она из Чемишлии, и они общались через вас, БАС-ТВ. Как вы хотите, чтобы пришли инвестиции в наш райвон? Все любят тратить, а вот привезти, пользовали, инвестиции в наш город, они не хотят. Или не хотят, или может быть не могут. Может и не могут. Ну что ж, на этом мы завершаем наш второй раунд и переходим к третьему. Господин Малай, у вас подготовлен вопрос для вашего оппонента? Я своего оппонента Домного Владимира знаю давно и знаю хорошо его позиции по отношению к работе в примарии и прочее. Я хотел бы спросить, если Домного Владимира попадешь или был избран советником в примарии, вы уж придерживались о таком же пути, или ты свернешь под каким-то другим партием, другими уговорами, или останешься тем, который это знает? Вы знаете, ко мне многие предложения подходили, многие партии, чтобы выступить в той или иной партии. Но я сказал, я больше партий не буду выступать. Я не вижу, в Молдавии у нас партия, которая работала для народа. Честно, нету. Может есть мелкие партии, но они... И что я хочу сказать, я не буду меня, как говорят, лошадей на переправе не меняет. Я прожил столько лет в этом городе, работал, сейчас имею где-то более 10 лет работаю в банке. Я вижу проблемы наших людей, особенно стариков. Вот все говорят, что ветераны, они помогают, даже есть некоторые партии, что издадут книги туда-сюда, но ни один не помогает. на 9 мая вспоминают об этих ветеранах. Я как ветеран Пренестровской войны на 2 марта вспоминают. И есть ветераны-афганцы, есть чернобыльцы, и только на этот день вспоминаю. А целый год про них все забывают. Я сам лично помог двоим ветеранам. Я вырос как без дедов. У меня дед по отцу погиб в начале войны, пропал в бедности. Дед по матери погиб в Польше в 44-м году. Я вырос без детей. Я уважаю этих, уважал всегда и буду уважать этих людей. У нас мало их осталось в городе. Но я думаю, все могу, я помогу. Я помог двоим ветеранам. Один пенсию, как не получал прибавку в пенсии, его не считали как ветеран. В 2007 я с ним ходил в Айкомат, в Примарию, в Чемишли и сам ездил. Отправили запрос в Румынию, оттуда пришел, ответ. Сколько дней даже воевал этот мужчина? Ну, вы получили ответ на свой вопрос? Конечно. Пожалуйста, господин Толян, ваш вопрос. Также я господина Малай Георгия знаю давно. Знаю, что он много поработал за границей. Ко мне вопросы, знаете как, к нему, я знаю, что он принципиальный, честный, трудолюбивый человек. У меня было бы вопросы к его лидеру партии, который был правительством, председателем правительства, отдал аэропорт в аренду. После наш банк, акции нашего банка отдали за даром, не взяли никакие деньги, бюджет не поступило государством. А сейчас, когда он, его не переизбрали, когда он остался у него власти, он просит еще власть. Какую власть? Он был второй человек в стране. Если не считать, может, третий президент, президент парламента, и что у нас парламентская республика, он был второй или третий человек, и он тогда власть не имел. Если бы он, как говорят, уперся бы рогами, сказал, я до сюда, я больше не хочу с вами, выступил по государственному телевидению, он был бы национальный герой сегодня в Молдове. Господин Малаев, вы можете что-то сказать? Да, я попробую. Дело в том, что я не прокурор, пускай занимается прокуратура, это довольно серьезный вопрос, который он поднимал, Домный Владимир поднимал сейчас. Я не имею права обсуждать эти вопросы, потому что они довольно глобальные, довольно касаются не только нашему городу, касаются всей республики. И что сделать, то и получить, я так думаю, если заработает закон нашего государства. найдет его виновным, будет наказан. Найдет виновным, значит, невиновным. А что именно вас подвигло к тому, чтобы вступить в эту партию? Я вам скажу, что идея, идея, нет, не сам человек решает все, а там блок, и там их идея о том, чтобы войти в эту семью Евросоюза, это неплохая идея, я вам скажу. В сторону России тоже неплохая идея, потому что я и там учился, в Евросоюзе работал, и в России, и все. Я знаю прекрасно эти два блока, эти две лидера в Европе, прекрасно знаю, но так как в последнее время я работал в Европе, я там жил, я там видел многое, я многое знаю, как сделать для того, чтобы привести что-то в нашу пользу. И вот их идея меня притянула, и я хочу дать свой голос за эту партию, а дальше будет видно. Господин Райлянов, вы считаете, что вы, как независимый советник, будете иметь весомый голос в городском совете? Вы знаете, я смотрел независимый, я даже был в партии, я ходил к коммунистам, к их фракции, с ними беседовал, доказывал им какие-то вопросы, они со мной соглашались, но не хотели голосовать, что я с другой партией. А так, если я буду независимым, я смогу убедить всех, мы, после как нас изберут, мы должны, как эти партии должны отпадать, мы не должны смотреть на своих лидеров, или, как я смотрел раньше наши партии, принимали политические решения, мы должны работать на этот город, и не должны смотреть на своих лидеров, из-за этого, я думаю, объединиться, побольше независимых советников, чтобы было, и примар, чтобы, знаете как, примар не должен, вот, например, нашего примаря, я считаю, он может с его стороны правильно поступать, в январе, в апреле, он идет к монументу Ленину ставить цветы, а вот на 2 марта, когда мы справляем день памяти, он не приходит, на день независимый он не приходит, а он примар, избран для всего города, он должен посещать, хочет, не хочет, он должен посещать все мероприятия, и я считаю, что лучше быть независимым, чтобы я мог сказать все, что думаю, чтобы принял правильное решение, ни от кого не зависеть, и чтобы все объединились, и работали на благо этого города. Пожалуйста, господин Малай, у меня к вам, у вас еще осталось немножко времени, у меня к вам такой вопрос, а если вы войдете в городской совет, и вы окажетесь там единственным советником, может быть, от этой партии, или вас будет двое, трое, то есть вас будет недостаточно, как вы думаете, ваши решения, ваши инициативы, ваши идеи будут поддержаны большинством, и что вы будете делать для того, чтобы вас услышали, вас поддержали? Я знаю прекрасно жизнь в городе, я здесь уже три года почти как вернулся с Европы, и знаю, чем дышит, политическую жизнь, имею в виду, и физическую жизнь, и изучил город заново, скажем, после десятилетнего перерыва, и я прекрасно знаю, даже если останусь один с советником примаря, я постараюсь объяснить всем, что такое хорошо, и что такое плохо, дело в том, что очень много работы мы уже вели, вернее, наша страна, наша республика вели, очень много времени потеряли, мы уже 25 лет, 24 года, как лебед, рак и щука, мы должны взять один курс, наконец-то, взяли один курс, и надо ходить, идти в одну сторону, буду всячески, если не смогу, конечно, один поле не воин, я не смогу свои решения продвигать, ну, хотя бы объясню всем людям, что такое путь в Европу, а всячески буду поддерживать идею партии, но никогда не буду блокировать идеи других партий, если они хорошие, если они стоящие, если их можно обсуждать и можно принимать в другое это, так что я не думаю, что люди образованные, люди, которые знают ситуации, будут препятствовать идее, если они даже будут идти от нашего блока до стороны другие в это, так что вот так вот. Спасибо. Путем объяснений вручим так. Господин Ролян, у вас осталось еще около минуты, вы можете что-то добавить, дополнить, после этого перейдем к финальной части дебат. что можно добавить и здесь. Вы знаете, когда советник независимый, он ни от кого не зависит, он говорит все, что думает, делает, все, что нужно, и все прислушаются к нему. А когда он межриспорист, даже нам надо всем объединиться и работать для этого города. Есть много проблем, межриспорист, я как гражданин этой республики, я никуда не собираюсь уезжать, у меня нету никакого бизнеса, меня ничего не держит. Знаете, мне позволяет, имею немножко зарплату, не такая уж большая, что сказать, что в банке работают, имею пенсию у меня в полтора раза выше, чем этот оклад в 1800 лей, мне хватает. Я езжу на работе на машине, но я не видел ни разу, чтобы наш примар ездил на маршрутке, чтобы он видел, как приходят люди, как селедка или как тюнка в консерве на работу. Если призмет, ну, цены, как у нас поднимаются, буду ходить пешком или на маршрутке на работу. Спасибо, вы практически исчерпали свое время. Господин Малай, а вы не собираетесь больше уезжать? Спасибо, я уже объездил полмира, скажем, не хочу это похвалиться, но это так, в самом деле, пол Европы это точно, всю Европу. И насмотрелся и хорошего, и плохого. Везде есть, не в одной, только в одной стране скажем, все хорошо, в другой стране все плохо. Везде есть, как и в любой национальности есть плохие и хорошие, так и в любой стране есть свои положительные и отрицательные стороны. Я решил вернуться назад для того, чтобы остаток жизни отдать силы для развития нашего города и цены республики нашей. Спасибо. Вы также практически исчерпали свои 15 минут, и мы переходим к последней, финальной части наших дебатов. У каждого из вас есть возможность обратиться к избирателям и попытаться проагитировать их за то, чтобы они отдали за вас свои голоса. Господин Ролян, пожалуйста, вам слово. Дорогие избиратели, я как независимый кандидат иду по спискам советников города последний, 12-й, но я думаю, если вы меня изберете, я кажусь среди первых, буду советником хорошим, и если вам нравится, как мы живем сейчас, или какой наш город, пожалуйста, голосуйте за партии, которые были у власти, которые сейчас у власти, которые сейчас собираются у власти, но, как обычно, в этих партиях есть хорошие люди, большинство, но в конце, когда окажется, когда они покидают партии, многие со справкой наркоманы, алкоголики, даже к Чечневе попался насильник по списку партии, так что вы лучше подумайте, я перед вами чист, не запятался, я взятки в жизни не брал, и никому не даю, я лучше голодным буду. Спасибо, вы ущерпались во время. Но никому не дам, ни копейки. Господин Малай, у вас также минута, пожалуйста. Я прошу всех избирателей и жителей города внимательно прочитать бюллетень, когда идем на голосование. Часто бывает, что люди старших возрастов имеют плохое зрение, пожалуйста, возьмите с собой любые средства для коррекции зрения, то есть очки. Прочитайте внимательно, потому что иногда люди делают ошибки, даже не желая этого, и не зная, что он где-то допустил ошибку. Он говорит, что хотел голосовать за кого-то, а получилось голосовать за другого. Поэтому внимательно прочитайте, вас никто не гоняет, вам дают столько времени, сколько вы хотите получить, 2 минуты, 5 минут. Поэтому я прошу вас голосовать за партию Юрия Лянко. Эмблема наша 12 звездочек, как часы, вот 12 звездочек, посередине написано Юрия Лянко. Прошу вас голосовать за нашу партию. Спасибо. На этом наши дебаты завершены. Я благодарю вас за участие в них. Хочу напомнить, что сегодня в студии БАС-ТВ присутствовали кандидат в советники городского совета от избирательного блока Европейская народная платформа Молдова Юрия Лянко Георгий Малай и независимый кандидат в советники горсовета Владимир Райлянов. Я благодарю за внимание всех телезрителей. На этом мы завершаем первую серию дебатов с участием кандидатов в советники горсовета. Все они получили приглашение на участие в передачах. Приглашали мы их в порядке регистрации в избирательных органах. Из 12 кандидатов в дебаты приняло участие 10, двое по уважительным причинам не смогли присутствовать. На следующей неделе, начиная со вторника, мы начнем дебаты с участием кандидатов в примары города Басарабянска. Смотрите нас также во вторник, в среду и в четверг в 18.30 в прямом эфире. Повторение передач вы можете видеть на следующий день в 21.00 или же на нашем сайте www.baz.defiz.tv.md Спасибо за внимание и хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова